Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новое видео на проекте Amazon Holy Play, сегодня у нас будет такой пранк над моим заместителем компании, видео получилось очень интересно, поэтому смотрите его от начала до конца. Пацаны, давайте договоримся так, то что вы набираете 300 лайков, и я иду записывать новое видео, потому что мне от вас нужна поддержка, Amazon все равно не хотят сотрудничать, поэтому давайте хотя бы вы мне показывайте поддержку, если вы хотите, чтобы я снимал дальше Amazon, то просто набирайте 300 лайков, и я иду записывать новое видео, и так будет теперь всегда, я надеюсь вы в принципе меня поняли, потому что вы меня постоянно просите, когда я стримлю по родине, либо записываю по родине, вы всегда мне просите типа, давай стрим по Amazon, давай видео по Amazon, давайте, пацаны, набирайте хорошую активность, набирайте 300 лайков, и я буду записывать серии по Amazon и делать стримы, также не забывайте, что у меня есть свой промокод, пишите вместе к Апсам Кирилл Гейм, на пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч, мой промокод можно вводить на любом серии Amazon Holy Play, желаю всем приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита. Итак, как я думаю вы поняли, сегодня будет очень обычный видосик, получается у меня подписчик, мой заместитель компании, попросил починить Магнум, и он мне типа не доверяет, ну типа у него правила не доверять никому, можете сами вот почитать переписку, и он говорит, ну смотри, ты когда давал мне Магнум, ты договор составлял, то есть когда я покупал аудиосистему у него, я договор составлял, чтобы он меня не обманул, потому что я этого человека полностью не знаю, да, у меня уже заместитель долгое время, но идеально я его не знаю, как бы, мало ли что может произойти, поэтому да, я действительно создавал, получается, договор, с помощью которого, если бы он даже меня обманул, я бы мог написать жалобу. Я ему на счет этого отвечаю, я и ты-то разный, я публичная личность, меня все знают, для меня репутация дороже вертов, нету смысла кого-то обманывать, это все знают. Я думаю, вы сами понимаете, то что, ну, я никогда никого не обманывал, мне нету смысла этого делать, как бы мне чужое имущество нафиг не нужно. Сейчас я захожу в игру, беру у него магнум, чиню целку, и потом через час я выгоню его из компании, выгоню его из семьи, и буду просто стоять на его магнуме на Анашане, и посмотрим просто на его реакцию. Да, конечно, он может написать сразу жалобу, но если он даже написать жалобу, я потом скину это видео, и я думаю, все поймут то, что я просто снимал видос, пранк над игроком. Все, пацаны, я зашел в игру, получается, вот эту машину я буду давать в обмен, потому что у меня нету слотов, как бы у меня 12 машин, у меня слотов больше нету. Я ему, получается, дам свою Ешку с номерами ТОП-3 восьмерки, а он даст мне свой магнум с аудиосистемой. Вот постоянно я эту машину даю для обмена, я думаю, кто чинил у меня целку, те знают, что я постоянно даю вот эту Ешку, потому что это моя самая дешевая машина. Дима мой заместитель в компании, давайте я вам даже это покажу, вот пишем C-меню, потом штат сотрудников, и здесь, короче, есть Дима, вот он. Дима это мой заместитель в компании, я думаю, все это прекрасно знают, ну, кто в компании состоит. Он уже ждет меня, получается, у нотариуса Южного, конечно же, мы будем составлять договор, но я думаю, ему этот видосик тоже понравится. Вот он пишет, жду у нотарки Южного. Так, давайте напишем Еду. Так, Еду. Все, короче, поехали к нему в нотариус, и там я уже продолжу. Ну что ж, я, короче, подъехал, вот его, получается, магнум стоит, такого же, по-моему, те-то, как у меня, ну, похожий. Так, давайте сейчас с ним поздороваемся. И самый прикол, то, что он ничего вообще не понимает, он не ожидает того, что я его пранкану. Это вообще, пацаны, спонтанная идея. Я просто проснулся, он мне пишет, он меня уже не первый день просит ссылку починить, но у меня всегда времени нет. Так, ты через целостность на магнуме за 200 тысяч, и взамен даешь свое авто, потому что у тебя нету места слотов для авто. И ты через час отдаешь магнум, верно? Давайте напишем верно. Так, пишем верно. Все, давайте тоже типа тайм сделаем. Хотя это он должен мне обмен кидать. Ну ладно, я ему кину обмен. Магнум, да, у него магнум, в принципе, 50 тысяч. Так, слэш тайм делаем тоже на всякий случай. Бля, это мне кажется будет жесткий пранк, вот серьезно, пацаны. Ну что, он меняется или нет? Что, он заснул там? Бля, он походу там заснул. Все, давайте делаем слэш тайм. Все, в принципе, погнали, сейчас будем его магнум чинить. Хотя, не знаю, есть ли смысл это показывать, но давайте все-таки я вам покажу. Все, давайте релогаемся, и будет, в принципе, все заебись. Так, переподключение, как нехуй делать, просто делаем. Блин, я, если честно, не люблю вообще целку чинить. Вот для меня это просто пиздец. Вот реально, я не люблю чинить, потому что она бывает 5 раз подряд не чинится. Вот это реально жопа просто. Так, давайте, заходим в игру, дома. Окей, все. Его магнум в самом конце. Окей, хорошо, сейчас придется випку покупать. Так, где там випка Black на 30 дней? Все. Теперь я могу брать себе машины, отлично. Бля, долго как-то, ну точнее быстро как-то випка закончилась, блин, на 30 дней брал. Так, вот его получается магнум. У него такой же винил, как у меня. А, да, есть 6 ремок, хорошо, давайте сейчас попробуем его подчинить. Блин, вот Тима, блин, плагиатер. У него диски такие же самые тоже стоят, да? Да, такие же самые диски, сука. Ебать, я с двух раз ему целку подчинил, пацаны. Все, ебать, теперь сейчас мы должны хуи пинать. Ну, надеюсь, он жалобу сразу писать не будет. Потому что, ну, я не хотел бы бан получить просто так. Потому что, пацаны, я думаю, вы понимаете то, что это все ради контента. Никого я никогда не обманывал, я обманывать не буду. Ну, что ж, пацаны, пришло время пранка. Я, если честно, волнуюсь. Потому что, ну, я подобное делаю вообще первый раз, наверное. Вон, кстати, Дима пишет то, что идет на бор в компанию. Видите, он в игру, короче, уже зашел. Бля, это будет сейчас жестко. 808, 3 сиберки. Так, пишу F, присида, опа. Пусть пацаны ему напишут, пожалуйста, блин. Я надеюсь, что он приедет на наш шан, и мы посмотрим на его реакцию. Так, графончик вырубаем. Токфоны, отключи телефон. Так, давайте сейчас включим токфоны. Все, я выключил телефон, написал. Так, сейчас, короче, он должен сюда приехать. По-любому, он на Ешке приедет моей. Так, давайте сюда встанем. Просто вот сюда, типа, встанем, будем его продавать. Якобы, якобы будем его продавать. На самом деле, конечно же, мы его продавать не будем, пацаны. Так, вот он, короче, стоит, пацаны. Вот он стоит, короче. Дима, видите, Дима, Дима стоит. Он пишет, понимаю. Опа, Кирилл, ты ебудал. Давайте просто стоять его игнорить, короче. Я буду просто стоять его игнорить и посмотрим, что он скажет. Не, давайте, наверное, так, давайте ПТС дадим. Карпас, карпас, 326. Можешь дать чуть-чуть денег. Не понял прикола. Бля, надеюсь, ему никто не сказал, потому что я его пранкую. Так, 40, 30 лямов, давайте напишем 30 лямов. Давайте напишем 30 лямов. Посмотрим просто на его реакции. Давай 28. Давай, поехали в Нотариус. Так, давайте, короче, сейчас пусть он садится к нам в машину. Так, поехали, короче, продавать его. Ебать, это будет жестко, пацаны. Так, погнали, погнали. Типа я его буду продавать. На самом деле нет, я его не буду продавать. Короче, поехали. Так, он мне пока ничего не пишет. Я вот телефон открыл. Ебать, это жестко, пацаны. Ебать, он, наверное, в ахуе просто. Бля, я просто реально в шоке. Так, поехали. Я знаю, что это прикол. Ай-яй-яй, нормально, короче, нормально. Посмотрим, короче, на его реакцию Да, понимаю, он не ВК начал писать Ладно, я пошутил, не переживай Это была просто шутка Заходи в игру И едь в Нотариус Бля, ну блин, я, короче, до конца Его реакцию не понял, вообще, реально Может, конечно, ему кто-то Рассказал то, что это пранк Ну, блин, я надеюсь, что ему никто ничего не рассказывал Всё, вот он, короче, подошёл Э, Дима, ты шо, блядь? Хе-хе Ебать, он, наверное, обосрался просто Хе-хе Обосрался? Давайте спросим Обосрался? Падла шо ли? Он по-любому пересрал, нет Ах-ах, да-да-да, конечно Говорит, нет, не испугался, ебать Да он пиздит по-любому, он обосрался Ещё так, ебать, по-любому обосрался просто Спалились, мне начали С памяти в СМС Блядь, да ну, блядь, не, не могли мы так спалиться Как это не палево То есть я сказал, чтобы мне писали Блядь, ну ты скотина, конечно Дима, блядь, я думал, ты обосрался Там уже, блядь, листул чёрный, нахуй А ты, блядь, ну пиздец Блядь, ну, не получился, походу Правда, хотя почему не получился? Изначально, я думал, он обосрался, когда я выгнал Ну, когда я тебя выгнал И ещё не писали в СМС Ты обосрался? Это на видос? Да, да, на видос Бля, мне, да ну, по-любому испугался Ну, не гоните, блин По-любому обосрался просто Плюс Ладно, погнали, короче, ему тачку дам Ну, бля, это было прикольно, пацаны Это было реально прикольно, мне понравилось Мне понравилось Давайте Нормально, я думаю, нормально Обосрался немножко, пацанчик, по-любому Не, ну, блин, то, что в СМС мы начали фудить, мне кажется, ну Это не сильно палево, это наоборот, типа, ну, знаете Жду ТК и семью А, точно, его надо принять Так, Fane White 26 Fane White 26 Ты ещё не забудь трусы поменять Ну, давай начнём с того, что я с тобой не обосрался, потому что Во-первых, ты людей не кидаешь, ты так чисто взял с тебя договор, чтобы не было поспокойнее Во-вторых, какой дам он будет кидать, когда у него, когда у меня есть фрак И плюс, типа, потом я сразу понял, что это франк, потому что, как бы Меня тупо все спамят в СМС, и то, что Типа, почему Кирилл надо на твоём маршруме, и почему он его продаёт Типа, все на тебя спамят, прям все Да, ну, по-любому немножко обосрался, не надо тут рассказывать Когда я тебя особенно уволил из семьи и компании, ты по-любому обосрался, блядь Ты думаешь, блядь, чё за хуйня, типа Да, я испугался, ну, так, как испугался Сначала, типа, ты меня выгнал, типа, я думаю, чё за херня, типа Ээээ, ну, там, секунду, буквально минуту-две Я сидел просто спекал, типа, думал, чё за херня, типа Ну, чтобы я прям усурался до усрачки, этого не было такого, потому что Я был уверен, что ты не кинешь, просто был уверен А в том числе начались вспомнить, кто мой, блядь, типа Почему Кирилл, а то и Магнин, и так далее Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок